Буквально пару месяцев назад прокурор Край Антон Герман на встрече с представителями бизнес-структур отметил, мусорная реформа стоит на месте, положение дел плачевное, имея в виду отсутствие эко-пунктов. В Барнауле он один, в поселке Южном и существует с 2018 года. Стеклотару мы дробим, всыпаем в короба, по видам, по цветам, макулатура, соответственно, тоже разделяется, по видам прессуется. Пэт-бутылка, пленка прессуется, пенопласт мы дробим. Однако, внимание к эко-пункту со стороны властей изначально было на минимуме. Но после собрания в общественной палате с участием прокурора Крайя поиск тронулся. Администрация города стала детальнее рассматривать предложения активистов о предоставлении земель для новых эко-пунктов. Со словом «отходы» у людей ассоциируется плохой запах и куча разбросанного мусора. Однако, побывав на эко-пункте около часа, мы этого не обнаружили. Воздух, как в городе. И все отходы разбиты по видам, а местная фауна разнообразна животными, любящими чистоту. Этот участок дороги, на первый взгляд, обычный и ничем не выделяется. Однако, история его строительства любопытна. На благоустройство ушло всего 5 миллионов. Экономично, не правда ли? А причина в том, что тротуары, так называемые усиления для асфальта, сделаны из переработанного строительного мусора. Это позволило сохранить в бюджете города порядка 15 миллионов рублей. К слову, переработанные отходы можно использовать в самых разных целях. Дорожное строительство можно спокойно, если дробить, делать бордюры. То есть, везде. Это не только дороги. Сейчас это можно применять и в дорожное, гражданское строительство. Но и какие-то там высотки, подготовка объектов. Мусорная реформа по задумке должна помочь не только очистить город и улучшить его внешний облик, но и исключить несанкционированные свалки. Одна из них на водопаде на реке Пивоварка. Сюда мусор вывозили на протяжении 25 лет. Теперь все отходы вывезены на сортировку и переработку. А на этом месте активисты планируют сделать зону отдыха. К осени, это точно, здесь будет ровная площадка, на которой мы уже к осени будем высаживать деревья. На данный момент одна из главных задач активистов найти места для создания эко-пунктов. По плану в Барнауле их необходимо семь. И несколько вариантов размещения представители мусорного бизнеса уже предоставили на рассмотрение администрации города. Теперь решение за ними. Поэтому, когда появится еще шесть пунктов, вопрос пока открытый. Но их необходимости уже понимают все. Ведь только с таким подходом будет двигаться процесс сортировки и утилизации мусора. И это позволит рационально использовать вторичное сырье. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком. День с толком. Бродюга.